Сразу три хорошие новости для любителей старой фантастики и боевиков. Во-первых, это выход трейлера Terminator Resistance. Сейчас я его включу в нём. Нам не покажут, конечно, историю Terminator Тёмной Судьбы. Это будет совсем другая игра. Но анонсирована она как First Person Shooter. И не мультиплеерный, а именно синглплеер. Что интересно. И воевать нам придётся не только с персонажами Т-800 и другими роботами из старых фильмов, но и будут новые модели. Но самое интересное, что на официальном сайте 3W Terminator Video Game.com написано, что в этой части будет RPG составляющая. И нужно выполнять сайт квесты, чтобы помочь друзьям. Выйдет игра 15 ноября 2019 года. Но пока загадывать особо тут не приходится, хороша ли она будет. Потому что студия, которая выпускает, которая создаёт эту игру, она делала Rambo The Video Game. Поэтому сказать, что будет она хорошая игра, я вам сразу не могу. Ну, в общем, вот такой тизер. И официальный сайт Terminator Video Game.com. А Terminator Resistance выходит на PlayStation, Xbox и PC. Во-вторых, это выход трейлера Predator Hunting Ground. Это, конечно, не Terminator Resistance, а совсем другое. Это уже мультиплеерный шутер. В нём предстоит играть за пятерых игроков. Один из которых будет Хищник. Четверым нужно искать, выполнять какие-то задания. Скачать там с компьютера информацию или уничтожить какую-то там группировку. А Хищник должен уничтожить всю эту команду. И вы можете попасть в шкуру того самого Шварца. Не знаю, можно ли здесь будет изваляться в грязи. Но мне кажется, это очень интересная идея. Появиться в шкуре командосов или быть Хищником. Игра должна выйти в 2020 году и только на PlayStation 4. И вот мы видим, что охота начнётся в 2020 году. Ну и, конечно же, третья новость – это выход фильма «Рэмбо. Последняя кровь». Нужно ли его смотреть? Я думаю, нужно. Конечно, настроение он вам не поднимет. Но зато мы сможем увидеть старого «Рэмбо» с его проблемами и с тем, как он справится с новой угрозой. В основном тут всё как всегда. Нужно победить зло любой ценой. А самое главное – смотрите титры до конца. Лишь только с последней сценой останется надежда на лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok